Введение в препаратах, это вы как раз имеете в виду вот эту спасительную терапию в виде инъекций. Я слышала неоднократно об этой терапии, но сложно себе представить вообще, как это выглядит, замедляет ли это развитие болезни, либо эти инъекции в глаз, вообще, для обычного человека страшновато звучит, могут остановить заболевание. Да, я должна сказать, что эти инъекции в глаз, они действительно и спасительные, и, в общем-то, то, что появилось у нас в арсенале офтальмохирурга, сейчас позволяет сохранить зрение. Вот мы видим это в мультфильме в большом увеличении, то есть препарат в однократной дозе, это специальные офтальмологические препараты, их на сегодняшний день несколько, вводится в полостекловидное тело, и эти препараты позволяют уменьшить отек, уменьшить кровоизлияние и так далее. Здесь мы показываем повторную инъекцию, потому что, к сожалению, одной инъекции, как правило, мало, А двух достаточно? Нет, недостаточно. Вообще, производитель говорит о трёх или пяти инъекциях, в зависимости от препарата. С каким интервалом? По-разному. Обычно четыре недели. Но сейчас, конечно, стараются создать такие формы лекарственные, когда мы вводим реже, и препарат действует дольше. И, в общем-то, каждый доктор, который умеет вести ретинопатию диабетическую, он подбирает эти инъекции согласно клиническим рекомендациям. Безусловно, все препараты сертифицированы. А какие методы, помимо инъекционного лечения, всё-таки на сегодняшний день, на ваш взгляд, эффективно работают? Или, например, сочетание инъекционного лечения с другими методами? Хочется какой-то идеальной золотой модели слышать? Да, действительно. Идеальной не существует. Но я должна сказать, что по инъекциям сейчас международное наше сообщество пришло к выводу, что мы можем препараты... Раньше было мнение такое, что мы вводим один препарат, и этот же один препарат мы должны ввести несколько раз. Нельзя чередовать. Сейчас можно чередовать. То есть если вам ввели препарат, допустим, А, то препарат группы Б можно через 4 недели тоже ввести, если первый был не очень эффективен. Не обязательно вот мне защищающую дозу первым. И препараты — это первая линейка, потому что выглядит это страшно, но это совсем не страшно. Поверьте мне, это 2 минуты. У меня пациенты говорят, всё, всё... Насколько больно это или вообще не больно? Ну, зависит, конечно, от врача, честное слово. Некоторые говорят, мне было очень больно, мне кололи, было больно. У меня не больно. У других не знаю, но надеюсь, что тоже не больно, потому что есть все средства в арсенале врача, чтобы не было больно. Вторая линейка, скажем, методов лечения — это лазерное воздействие на сетчатку. Оно очень активно используется. С него начинали, условно, с появлением лазеров 20-30 лет назад, начинали с лазерного лечения. И когда уже появились препараты-ингибиторы, мы говорим, это группа ингибиторов роста, тогда можно чередовать одну методику. Мы для наглядности подготовили изображение для наших телезрителей, чтобы было понятно, как выглядит глазное зно диабетом до лечения лазером и после. Прокомментируйте, пожалуйста, то картин действительно изменилось. До лечения мы видим с левой стороны картинку, а с правой стороны мы видим после лечения. И вот непросвещенному глазу и глазу доктора поликлинического может показаться, смотрите, как много белых точечек по глазному дну. Обожгли сетчатку, доктор сделал плохо, сделал ожоги. Но на самом деле, нанося коагуляты, это называется коагуляты лазерные, по всему глазному дну, это называется паноретинальная лазеркоагуляция, эта ситуация позволяет вызвать так называемую дозированную ишемию. То есть снижение кровотока и снижение риска появления вот этих кровоизлияний, которые у нас есть слева. И таким образом мы сохраняем центральную зону сетчатки. И человек, да, видит чуть-чуть поуже, но зато сохраняется центр, у него есть возможность читать, допустим, у него есть возможность пользоваться глазом. Поэтому бояться лазера не нужно, но опять же, делать это нужно, ну, скорее, у опытных врачей, которые имеют стаж работы с диабетом. Потому что здесь важно не навредить, важно поставить ровно столько, сколько нужно. И появились сейчас лазеры, ну, вот в арсенале нашей клиники, допустим, этот лазер есть. В Москве, мне кажется, что может быть еще в одной клинике он есть, других нет. Навигационные лазеры, когда пациенту настолько удобно делает лазеркоагуляцию, то есть прибор программируется в цифровом виде, на экране, ну, как бы закрываются те зоны, которые опасные, ну, центр сетчатки и зрительный нерв, и лазер просто паттернами, вот множественными ожогами делает очень-очень нежно. То есть таким образом снижается энергетическая нагрузка. И то, что раньше длилось 40 минут, час, вот человек сидел, у него линза стояла внутри глаза, это было сеансами, сейчас быстро, не больно и очень красиво пациент сам видит, что произошло на экране. В общем, цифровизация и вот такой элементы искусственного интеллекта при лечении диабета мы сейчас используем.